Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! Русские вперед! В программе «Родная земля! Великая Россия! Святая Русь! С нами Бог!» Русские вперед хочу добавить, русские – это сила, Россия, она идет к светлому будущему, и к нам в Россию побежит немало наших врагов и немало тех, кто от нее убежал. Сергей Анатольевич, в общем, как бы необычная ситуация, и хотелось бы, я думаю, начать это с минуты молчания по погибшим людям в Москве, Крокус-Сити. Я думаю, что начать нужно именно так. Севастополь скорбит, общественное движение «Наш город-герой Севастополь» выражает всем семьям погибших, выражает соболезнования. И я думаю, давайте проведем минуту молчания не так часто. Сергей Анатольевич, на сегодня уже известно, что, в общем-то, это фактически в преддверии выходных, этот террористический, гнусный террористический акт был осуществлен группой террористов, из которых уже, в общем-то, четверо арестовано в общей сложности, отслеживано там 11 человек. И, в общем-то, трагедия, опять оценку мы не можем еще давать, ну, судя по тому, что мы с вами не все знаем. Вполне возможно, чтобы не нарушать какую-то информационную ситуацию и прочее, которая есть. Потому что из разных источников мы знаем о том, что, в общем-то, охрана не сработала, людей фактически, вы знаете, что там происходило, и пожар, и выстрелы. И там известно, мне известно несколько фактов, например, о том, что один из мужчин спас и вывел оттуда около 50 детей. Вот, в другой случае известен, где прямо из зала отобрал у террориста автомат, ударил его прикладом в голову и, в общем-то, тоже тем самым открыл людям путь для спасения. Это жуткая трагедия. Виновники уже многие, со слов Бортникова, да, или... Следственного комитета. Следственного комитета задержаны, они уже дают показания, выясняются все подробности этого теракта. Что вот скажете, что по этому поводу думаете? Ну, я хотел поправиться. Думал, вы меня спросите насчет жертв, откуда известно. А, жертв, да, около 133, по-моему, да? Да, вот последнее сведение СК заявило о том, что 133 человека погибло. Погибло, и куча еще раненых. И ребенок, по-моему, я так понял один. Со слов Бортникова, ФСБ, что да, группа из 11 человек взята, из которых четверо вроде бы принимали участие. Вы говорите, мы не можем давать оценку. Но я думаю, что мы должны дать все-таки оценку, может быть, не всем, а по всем. Ну, что-то сказать во всяком случае. Но какая-то оценка должна быть. Самое неприятное, что даже неприятно, это трагедия. Да, произошла трагедия. Ужасная трагедия. Трагедия. Тут надо смотреть, почему она произошла и почему не сработали спецслужбы наши. Вспомните, даже и контрразвенка, и ФСБ должны работать, и тот же Следственный комитет, и полиция, и, ну, все. Ну, уже некоторые издания уже назвали провалом. Я не хочу ссылаться на некоторые издания, я говорю о себе лично. Это моя личная позиция, моя оценка и мое мнение. Я думаю, что после этого президент должен пересмотреть все-таки кадровый вопрос. И мы с вами знаем, что из всех названных, плюс еще прокуратура, судя по Севастополю, по Севастополю я исхожу. И исхожу из того, что мы направляем обращение письма, да, мы получаем один единственный ответ на то, что происходит в России с силами и структурами. Это то, что это отписчики, и они не выполняют фактически свои задачи и функции. И мы это с вами видим. Более того, я думаю, что это тоже повод будет для того, чтобы президент все-таки переименовал полицию в милицию. Вернул обратно народное название и функции милиции. Относительно трагедии, что произошло, тут очень много моментов, над которыми надо трудиться и исправлять ошибки и недоработки. Непонятно, почему охрана была не вооружена. С одной стороны, каким образом за эти террористы туда попали. С оружием вошли. Тем более, что это было проработано. Вы знаете, что если прорабатывается какая-то операция, значит не один день. Конечно. Значит, где-то наши спецслужбы упустили этот момент. Ну, видно, были заняты совершенно другими делами. Далее, что я обратил внимание... Концерв, на котором присутствовало 6 тысяч человек, скопление людей. На что я обратил внимание? На то, что... Вы знаете, я постараюсь разделить. На то, что происходило, и то, что творили террористы, да, там стреляли, и на то, как вели люди себя, в которые стреляли. Значит, и еще самый главный вопрос. У нас идет СО, пусть у нас нет такого в законе понятия, как война, у нас СО и война. Это применение ядерного оружия, да? Ну да. Значит, ну мы все великолепно понимаем, что идет война, и народ почему-то веселится. Он забыл об этом, что... Так, а название группы, знаете, как называется? Пикник. Пикник, понимаете смысл? Я не хочу даже вникать, но, честно говорю, я не считаю необходимым это название обсуждать. Здесь надо смотреть на другое. Недоработки, не то, что недоработки, а вообще полностью халатное отношение силовых структур всех. Второе, как вело себя общество, те, которые попали в эту ситуацию. По-разному. Подавляющее большинство, вы видели с роликов, да, от меня возмутил тот факт, что именно толпа, паника, лежат убитые, может быть, люди ранены, им нужна помощь. А в них, кто снимал это видео и бежал, в них никто не стрелял. Но они бежали с такой, что, ну подойдите, посмотрите, может, человеку реально можно оказать помощь и вынести его с собой. Была паника. Павел Евгеньевич, это не оправдывает нас нисколько. То есть мы потеряли человечность. Мы потеряли человечность, мы стали трусливыми, я не знаю, как... Понятно, сейчас кто-то будет говорить, а ты бы там был бы в этой ситуации. Да если бы я был в той ситуации, я вел бы себя совершенно по-другому. Я это знаю. Не то, что я себе песни пою. Потому что каждый человек в своей жизни, он уже давно сформировался, да, он уже утвердился в этой жизни, и он знает, что он может сделать. Кто-то готов к подвигу, кто-то далеко не готов. Это дело не в подвигах. Это человеческое отношение равносильно, что на войне, когда рядом с вами бежит, даже пусть не ваш товарищ, а бежит с вами рядом, плечом к плечу, он падает, вы все равно окажете ему помощь или посмотрите, ну понимаете, да? Согласен, то есть это какой-то момент, когда человек должен выбрать... Должен себя проявить, проявлять человеческие, вот именно свою сущность. Согласен, там же был вот этот момент, когда мужчина, который вы знаете, да, выбил из рук террориста автомат. Поэтому вот вы правильно заметили, хлопец, парень молодой, который выходил, ему навстречу это террорист, но видно террорист не был готов к таким обстоятельствам. Не ожидал просто. Ну и надо отдать тут должное нашему парню, кстати, его зовут Павел, уже узнали, 34 года ему. Да вы что, молодец. Молодой парень, да, не растерялся. Я бы представил его героя России. Этот самый, забрав автомат, он, во-первых, спас очень много жизней. Конечно, он еще ударил этого террориста. Потому что этот негодяй мог расстрелять, там еще и ни одного человека, сами понимаете, патрон. Конечно. Если рядом бегут, может одним патроном прострелить несколько человек. Согласен. И да, вы правильно сказали, еще один молодой человек, который находился на детском концерте, я так понял, там еще был на третьем этаже, ну на верхнем этаже, был еще тоже концерт, детский концерт, где было много детей. И вот когда пожар начался, он с 9-месячным ребенком, ну это я говорю то, что в телеграм-канале написано, взял за собой, повел детей со собой, 50 детей он спас. Он передал своего ребенка 9-месячного там, и передавал детей, ну видно там, через решетку, или я не знаю, что на раз передавал, что-то, какие-то действия. То есть, это действительно, это радует, что есть еще люди, которые, ну... Способны проявить... Да нет, я бы, вы знаете, это радует, и можно, я бы даже сказал, можно и преклоняться, перед ними это не впадло. Это повод. Это лучше перед ними встать на колене и сказать спасибо за то, что ты спас наших детей, или спас наших людей, там, матерей, жен, сестер, чем становиться на колене и возлагать цветы агрессорам, которые убивали наш народ здесь, в Севастополе. Понимаете, вот два примера. Чиновник, высшее должностное лицо, да, и простые люди, это же не чиновники были, это простые ребята, я не знаю, где они работают, но наверняка не на чиновничьих и на государственных должностях. Но я хочу вернуться к тому, что из того, что произошло, мы понимаем, что на сегодня мы все не защищены. То есть, действительно, государство утратило функции защиты своего народа, своих граждан. Понимаете, в чем дело? И вот это вот есть над чем задуматься, и я думаю, что и президенту на это надо будет обратить, особое внимание, и все-таки я бы еще что сказал, что президенту больше надо ставить опору на простой народ, на поддержку, тем более он же и оказал ему поддержку и доверие президенту, дав ему среди. Избрав его обратно на пол президента. Поэтому здесь вот, если все правильно будет понято и правильно сделано, я думаю, что у нас есть шанс, ну не у нас с вами, а вообще у всех, у населения России, у жителей, у граждан России, пойти все-таки по правильному пути и выровнять ситуацию, которая уже имеет корни рака, который надо вырезать. Я бы вот так сказал. Согласен. Раковые опухоли. Я бы хотел еще что сказать, что вот этот вот поступок, даже когда он фактически захватил у террориста автомат, ударил его, вырубил его прикладом, забрал, и тем самым спас жизни многим людям, потому что то, что я видел, я всю ночь смотрел, не спал сегодня, смотрел всю ночь эти видео, рассматривал их с разных ракурсов, смотрел по залам, по всем. Это, конечно, ужас. В упор расстреливали людей. И я еще упустил один момент, там пишут везде, что это таджики. Я не знаю. Но уже есть показания. Я не знаю, кто это, что он, но во всяком случае уже давно поднимается вопрос о том, что нужно пересмотреть вообще политику государственного миграции. Согласен. Если и нужны нам мигранты, то надо знать в качестве кого и на какие специальности, но без семей. Они же едут семьи сюда, еще государство помогает этим семьям, финансирует, содержит. При этом это государство забыло о своем, непосредственно народе о своем, которое является властью согласно Конституции, и которое государство обязано и защищать, и улучшать социальный уровень жизни, естественно, и материальное содержание. Поэтому здесь очень много сегодня всплывает, и, может быть, даже я еще не назвал то, чего я еще не знаю, не вижу. Ну, конечно, мы еще много не знаем, но, кстати, допрос этого таджика я уже видел, где ему задавали вопросы, как вас нанимали, кто нанимал. Он ответил, что путем перевода на карточку ему перевели 500 тысяч рублей, и тем самым отоплатили за этот террор. Ну, я думаю, что это все-таки либеральные круги и враги России именно внутри, а не извне. Ну, есть информация такого плана, что накануне всех этих событий и президент Словакии, американцы, французы, они знали о готовящихся теракте, но не знали якобы где. Ну, а наши спецслужбы не знали. А наши спецслужбы, в общем-то... Я думаю, это президент должен сам разобраться. Кто? Ну, конечно. С чем это связано? Сделать соответствующие выводы и именно поменять не только руководителей и всех этих Словак Словакии, но и надо уже менять полностью всех министров. Я думаю, что... ...министров полностью. Я думаю, что там будут очень серьезные разборки по этому факту, тем более это ужасно. Смерть людей фактически, которые пришли фактически на концерт, пришли в этот магазин, которые посещали это все, этот центр. И самое интересное, вот то, что мое личное наблюдение, там же фактически на всей площади стоят камеры, да? Фактически, да? Есть тревожная кнопка. Мы знаем об этом, все об этом знают, что сейчас в любой организации, в любом магазине есть тревожная кнопка. Нажать кнопку при приближении какой-то опасности труда никакого не составляет. На площади видно все. Единственное, что вот уже было отмечено, что многие супермаркеты, магазины и прочее, они настолько сегодня, в общем-то, транспортное средство подъезжает чуть ли не к входу. Понимаете? Вот даже вот я отслеживая, анализируя ситуацию по нашему городу, у нас фактически прямо к дверям подъезжает машина. Такси, другие, другой транспорт. Поэтому здесь надо принимать меры безопасности. Павел Евгеньевич, я с вами не согласен. И что-ка в одном, вот если исходить из того, что транспорт подходит близко к магазину, из-за того, что террористы, теперь транспорт не должен подходить. Но в аэропорт тоже такси подходит почти к входу в аэропорт. Но это глупо, извините за внимание. Нет, там идет фиксация. Это, ну, знаете, есть такая поговорка, заставь дурака Богу молиться, он его прошибет. Здесь надо предотвращать, чтобы этого не было. Правильно говорите. Но это не говорит о том, что нас должны ущемлять в удобствах. Я-то пройду. Но не факт, что женщина приедет больная, или человек приедет больной, или еще что-то. Это раз. Во-вторых, машины приходят с товаром, они разгружаются, там может подойти любая машина. Они сзади подходят. Любая машина может подойти сзади и пройти, если это все спланировано. Поэтому тут... Я согласен. И также согласен с тем, что, в общем-то... Нельзя допускать, чтобы это было. Надо, чтобы спецслужбы работали. Тем более, столько у нас технологий, аппаратуры. Но, ребята, подождите. Если вы прослушиваете все телефоны, ну, как нам говорили, но и не знать этого, ну, блин, оно как-то не клеится. Если у нас уже дошло до того, что вы знаете, когда говорят, если вы помните, перед голосованием была такая шутка, если вы хотите проголосовать до выбора, можете стать лицом к выключенному телевизору и сказать, я за, и все. И все будет сработать. Вот, ну, уже технология. О технологиях говорим, да? Поэтому это очень серьезное, будем так сказать, упущение силовиков. И я думаю, что здесь предстоит очень серьезное разбирательство. А по поводу того, что фактически можно сегодня уже сказать, что никому уже ничего не гарантировано. В буквальном смысле. Поэтому вот... Мы можем об этом говорить. Да, это как бы ужасно все. Ну, по поводу того, что будет происходить, оценку этому происходящему даст Следственный комитет. И, в общем-то, я думаю, что они разберутся, что, как, когда, чего. И самое сегодня важное, ну, во-первых, вы знаете... Кстати, мне... Я глубоко симпатизирую нашему певцу, который это самое сказал. Вы знаете, что он готов оплатить всех, кто погиб, похороны, оплатить все, так сказать, лечения. Вот, шаман, вы знаете. Субтитры сделал DimaTorzok